Ты начинаешь очень бурно, громко говорить, размахивать руками. Продумал, как я совершу суицид, да, уйду из жизни. Самые такие вот элементарные вещи я не мог делать. Никакого вкуса, никаких вот таких эмоций. Сплеск вот этой энергии, мне так сразу стало легко, жизнь красочная стала. И я говорю, что, ну, у меня как бы нет времени, да, я в Китае еду. Потому что до конца я не осознавал, что я болен. Начиная со школьного времени, да, то есть у меня были такие колебания настроения. Был такой всплеск энергии. Я брался изучать даже те предметы, у которых у меня, скажем так, не лежала душа, да. И это давалось очень легко. Затем все это перерастало в такую пазу депрессии, когда я попросту засыпал на уроках. Основной такой момент, это произошел уже на пятом курсе, когда на меня навалилась такая большая нагрузка. Это защита дипломной работы, там не были, скажем так, проблемы на личном фронте, вот. И все это в едино собралось. В один прекрасный момент я вот проснулся и осознал, что, по сути, я вот такой неудачник. Был такой даже момент, продумал, как я совершу свой суицид, да, уйду из жизни. И меня остановило, если честно, вот как-то до сих пор не понимая, что, ну, наверное, какое-то сознание, что все-таки это неправильно, так, что нужно дальше жить и нужно просто разобраться, что же это. Довольно-таки было интересно, конечно, работать, там сельские дети, сельский такой колорит. Учителей там, понятное дело, не хватало, мне дали классное руководство. Конечно, нагрузка была большая и подкашивала вот эта вот болезнь. То есть вот эти фазы, депрессия, потом вот это пару дней, небольшая мания, все сказывалось на качестве работы. Потом уже последний год я обратился к психиатру, да, объясните мне, что со мной не так. Ну, и она мне вот рассказала, что вот есть такое заболевание, и тут уже нужно обязательно госпитализироваться. Вот так я попал в новинки, да, в психиатрическую больницу. Ну, там мне довольно-таки помогли. Мне стало легче, я вернулся вот к себе, к работу с такими новыми силами, понял, что я решил, что я уже все здоровый. И, ну, я попросту рассказал об этом коллегам и администрации, да. Ну, так как агрогородок, все друг друга знают. Дошел вслух до местного священнослужителя, и был там определенный праздник религиозный, да. И вот он заявил, что вот нашего нового учителя появились бесы, и нужно вот молиться, как бы, да, чтобы их изгнать. То есть мне до работы там надо было пройти определенное расстояние, и там вот сидят бабушки, да, ну, представляете, то есть сельская местность, бабушки такие уже за 70, и мне так вот пальцем на меня, и говорят, что вот у него появились бесы, да, и нужно за него молиться. Были, конечно, те, кто нормально к этому отнесся, в основном это люди уже в возрасте. Среднего возраста и молодежь, они как-то с опаской к этому относились, то есть, видимо, посчитали, что я опасен, да. И родители так вот резко заявили, что почему псих, да, значит, классный у моих детей, да, вдруг он там что-нибудь с ними сделает. Я попал вот под это общественное мнение и решил, что все-таки я это что-то придумываю сам. Потому что, ну, состояние у меня действительно было хорошее уже, вот, и я решил забросить, то есть не принимать медикаменты. Это была очень большая ошибка на самом деле. И вот это вот всплеск вот этой энергии, я этого не замечал. То есть мне так сразу стало легко, жизнь таких красочная стала. Я выходил на улицу, замечал даже такие моменты, как там птички поют, да, там. И я пришел домой, я что-то начал читать, что-то там изучать, вообще, то есть далекие вещи. И где-то к утру, к утру, а я тогда вот снимал квартиру, там вот в районе Чешовского зоопарка. Вот, и к утру я почему-то решил, что мне нужно идти спасать льва. Я стал, что там животные, они как бы подвергаются вот этой вот какой-то опасности, там в клетках сидят, да, что это неправильно, это несправедливо. И я решил, что вот нужно пойти там сторожу, да, рассказать, и льва выпустить, и все меня почему-то послушают, да. Ну, меня, конечно, остановили. Просто приехал и сказал, ну, не надо льва спасать, там. Да, там, у тебя плохое самочувствие, там, тебе нужно поспать. И я не спал практически сутки, то есть до этого еще у меня сна не было, где-то двое, там, с хвостиком суток. Я уже понял, что это все-таки болезнь, и скрывать то, что ты болен, это как-то глупо. Тем более, что от того, что я скрою, ничего не изменится. И нужно просто делать так, чтобы люди это понимали и относились к тебе, ну, тоже как к нормальному человеку, да, чтобы не было никаких вот таких, что ты, там, псих, сумасшедший, там, ты можешь, там, взять какую-то бензопилу, там, и кого-то пойти резать, да. Вот. Хотя с таким я тоже сталкивался. И еще есть такой стереотип, да, что бар лечится. Ну, я не встречал такого. Есть вот так называемая вот стадия ремиссии, она может быть длительная. Если правильно вот этот, проводить курс лечения, да, то она может и пять, и шесть, даже десять лет быть. И тогда человек на самом деле чувствует себя хорошо, может нормально функционировать, там, работать, да, там, быть социализированным, так скажем, в обществе. Но на самом вот бар, он, как бы, расстройство, оно неизлечимо. Наверное, я, в принципе, останусь, да, то есть, вот, я нашел эту нишу в плане работы, да, то есть фрилансером. Я буду пытаться как-то развиваться дальше, осваивать какие-то новые специальности, именно удаленные работы. По поводу будущего, ну, есть такой момент, что бар передается генетически, то есть у детей тоже может быть такое заболевание, поэтому, по правде говоря, я как-то еще не задумывался о том, что мне там нужна семья, вот. Это вот так вот. А далее, конечно, я буду продолжать работать, вот, именно развивать вот это вот свое сообщество, да, помогать людям с психическими расстройствами, да, то есть, ну, заниматься психоактивизмом, так называемым, и, ну, возможно, у меня что-то получится, я внесу какой-то определенный вклад вот в это дело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова